друзья смотрите какая красота вот строчок гигантский вот 2 огромная такая вкуснятина большая 3 все еще не все 4 к ветке жмется 4 строчок гигантский всем привет вы на канале тихая охота я сегодня нахожусь в широколистом лесу для грибников воронежской области это шипов лес сегодня 13 апреля 2022 года шипов лес его часть которая находится в павловском районе сейчас я нахожусь в павловском районе неподалеку от деревни ливенка вообще хотел я поискать морковую шапочку но пока только вот саркасцифы встретились саркасцифа либо австрийская либо алая ну предположительно австрийская потому что все таки это у нас здесь средняя полоса саркасцифа это аскомицет гриб съедобен чем они аскомицеты отличаются от других от трубчатых от пластинчатых грибов потому что у них такие аски сумки в которых образуются споры вот вот тем они отличаются от других грибов аскомицеты вот это саркасцифа из пиццыцевых по моему порядок пиццыцевые и даже по моему даже семейство пиццыцевые но рот у них другой да не пиццыца сейчас я покажу тут их несколько штук вот они растут на древесине вот в данном случае на ветке какого-то дерева гриб мне очень понравился в жарке похож на кальмара вот еще и вот пиццыцы чистить их тяжело листья практически вырастают в них приходится вымачивать запах у гриба очень такой приятный грибной но в процессе пока едешь домой приезжаешь он уже такой запах нейтральный а полежат немножко и даже немножко неприятный запах процессе варки и жарки мне напоминают они запах как кальмаров и на вкус как кальмары вот может кому-то что-то другое не напоминают пишите в комментариях вот продолжают друзья попадаться саркасцифы а вот шапочки с марчковой пока нет ну саркасцифы я тоже заберу хорошо друзья пока вот саркасцифы только попадаются вот еще я немножко переехал это тоже шипов лес но это примерно где деревня новенький рядом для грибников воронежской области здесь получается можно если ехать на эту деревню новенький то проезжаешь прям сквозь этот лес шипов и можно прям с асфальта здесь асфальт прямо с асфальта зайти но кто сюда поедет старайтесь на машине особо не разгоняться потому что ям здесь хватает вот друзья и мой первый строчок в этом году да если честно я вообще впервые строчок нахожу вообще впервые друзья строчок гигантский во многих странах европы он считается ядовитым в нашей стране съедобным например такой миколог как михаил вишневский считает съедобным этот гриб ну нужно его отваривать я его возьму красота гусеница тут была ножку ножку не берем смотрите сколько грязи сейчас я ее обрежу строчок вообще считается что правильно называть строчки сморчками в народе а сморчки строчками наоборот потому что сморчок он так вот торчит вверх такой высокий даже может быть поэтому его народе и называли строчком и как-то даже смотрел михаил вишневский за это высказывался помню был в гостях и но один деревенский мужик обычными мужик такой деревне из деревни и мы с ним разговор за грибы как-то завели и вот он начал это со мной спорить что вот строчки это вот которые сморчками называют их сморчки это вот строчки в общем-то я ему да отвечают так и есть это просто в литературе впоследствии перепутали дело в том что да в деревнях вот строчки называют сморчками во многих сморчки строчками наоборот так что как-то так сморчок гигантский пока еще маловато еще поищем походим встретился вот еще один весенний гриб урнула бокаловидная гриб несъедобен грипп несъедобен но очень красив один из первых весенних грибов после саркацифы конечно растет на древесине а вот на ветке сейчас показать вам опа есть вот есть вот она смотрите вот такое подобие ножки урнула бокаловидная внутри такие темные они такой какой то такой темно коричневый черно коричневые такие оттенки внутри да такая вот красота урнула бокаловидная ну что ищем дальше весенние грибы будьте осторожны друзья сейчас уже много клещей вот смотрите попался один не как камера о сфокусировался вот он вот он уже второго сегодня встретил где отсюда первого не стал снимать а второго уже думаю сниму покажу вам вот еще одна урнула бокаловидная да кстати хотел еще сказать такое сейчас одновременно с гигантским строчком можно встретить строчок островерхий у него такие края задираются вверх в отличие от гигантского он такого же оттенка цвета как и гигантский и строчок обыкновенный но он растет сосновых барах и поэтому смешанных лесах можно одновременно встретить и тот и другой строчок обыкновенный считается ядовитым грибом он более темных оттенков такой черно такой темно коричневый но в литературе микологической и вообще среди таких на форумах микологов встречается такое понятие как строчок обыкновенный форма белая или ахристая то есть это скомицит он может принимать конечно различные оттенки так же как и саркосифа алая австрийская могут быть белых и желтых форм или оранжевых так вот и строчок обыкновенный может принимать оттенки цветов и белые и вот такие вот но я таких не встречал именно встречается упоминание но я не встречал такие так что показать пока не могу друзья смотрите какая красота вот строчок гигантский вот 2 огромная такая вкуснятина большая 3 не все еще не все четвертый к ветке жмется четвертый строчок гигантский надо оглянуться может еще будут шипов лес одарил весенними грибами вот это место отличное но надо сфотографировать обязательно пока фотографировал друзья заметил еще одного строчка тут тут нет пятый красавец пятый строчок ну думаю дальше будет больше я надеюсь на это по крайней мере отлично вот это поход весенние грибы надо потом будет тщательно вот это все вырезать с грязью видите вот так он растет и и такими складками и забирает в себя землю всю внутрь такая вкусная штука такая грибная в южных регионах где жарко считается что вообще никакие строчки лучше не собирать считается чем южнее тем больше они накапливают ядов ну насчет гигантского строчка возможно ошибаются отлично возможно и ошибаются насчет гигантского но лучше его отварить конечно подсоленной воде и поменьше размером вот это друзья крутовик плоский лечебный гриб да вот смотрите мне случалось наблюдать гонодерму смолистую и гонодерму апланатум плоскую у гонодермы смолистой гименофор темно-серый а у тортовика плоского белый ну он тоже гонодерма смолистая тоже считается целебным грибом как и тортовик плоский тортовик плоский еще называют гриб художника на нем можно рисовать вообще можно рисовать на гименофоре и тортовика настоящего но там не так все это выделяется но это ножом но царапает лучше палочкой конечно лес можно даже если найдете вот так тортовик плоский можно конечно и детям брать его рисовать но вообще его полезно нарезать мелкими такими кусочками и заваривать и пить как чай гриб лечебный и антибактериальные противовирусные свойства имеет а также против онкологии поэтому гриб этот нужно брать я его возьму положу с цифрами и строчками встречается все чаще урнула бакаловидная кстати урнула бакаловидная это тоже аскомицет как и как пиццы как строчки и сморчки но вообще аскомицетов довольно таки много видов и многие из них считаются даже ядовитыми несъедобными на самом деле съедобных видов из них ну или условно съедобных меньшинство вот они друзья еще строчки гигантские вот один 2 буду готовить заверу красота вообще сегодня я проверял осинники есть в ложбинках такие мелкие синники но их прям затопило там практически практически целые озера воды даже попадался снег под листвой в одном месте под грязью листвой ну то такое сейчас очень тепло для снега я даже удивился что он еще остался но поснимать я не смог все это поснимать и не решился доставать камеру из чехла расчехлять потому что довольно таки сильный дождь припустил я сейчас весь мокрый вот иду постепенно назад к машине надо ехать домой сушиться но пока вот так строчки гигантские попробую еще поднабрать на обратном пути тут же рядом со строчками гигантскими еще вот было урнула бакаловидная я уже довольно много сегодня показывал вот этот пучок прям довольно таки крупный гриб не съедобен это аскомицет растет на древесине лиственных пород деревьев вот еще один вот на древесине в основном на древесине которая погружена в почву под листвой вот сколько девять штук крупная семейка гриб несъедобен весенний гриб такой вот друзья итог строчок гигантский ну сколько у меня их тут 10 штук не 4 5 6 7 8 штук саркас цифа австрийская возможно алая да прутовик плоский это так для лечебных процедур всяких так сегодня буду жарить еще раз сегодня 13 апреля 2022 года воронежская область павловский район шипов лес для грибников воронежской области место я думаю очень важно всем удачной тихой охоты пока и Продолжение следует... Продолжение следует...